Один рочерк в документе и декалитры кубанского игристого напитка отправляется за рубеж. Сегодня в Москве подписано соглашение об экспорте вина из Краснодарского края в Германию. Участие в заседании российской немецкой рабочей группы по стратегическому сотрудничеству принял губернатор региона. Вениамин Кондратьев отметил качество кубанской продукции, которая полностью сделана из местного сырья. Это рывок для виноделия даже не Краснодарского края, а всей нашей страны. Сегодня мы не привозим виноматериал из других стран, а сами производим виноград, виноматериал. И вино, которое сегодня производится в Краснодарском крае, оно из собственного винограда, из собственного виноматериала. Это принципиально важно. У нас полностью весь цикл сегодня наш, российский, отечественный. И питомник, который заложен в прошлом году в крае на 500 гектаров, уже говорит о том, что у нас и саженцы винограда тоже наши, кубанские, наши российские, наши отечественные. Это делает нас максимально независимыми ни от какого импорта. Уверен, что сегодняшнее событие заставит виноделов Краснодарского края еще больше наращивать свои обороты, темпы, стремиться еще к более высокому качеству. И будет за первым сегодняшним шагом второй, третий и последующие шаги по освоению рынка уже за пределами Российской Федерации. Конечно, очень сложно выйти на рынок, тем более какой рынок? Рынок Германии, Австрии, Европы, где понимают толк в вине, знают, что такое вино. И тем не менее, в короткий срок это удалось сделать. Это сложно, но самое главное, это все-таки иметь тот товар. И вот этот товар, который высококачественный, элитный, я бы сказал, это как раз показывает, что и немецкие потребители получат высококачественное российское вино. Качество кубанских вин оценили в Германии давно. Месяц назад бизнес-миссия Краснодарского края отправилась в Германию. Зарубежным партнерам презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона. Среди визитных карточек, конечно же, вино. Виноделы из Геленджика станут третьими производителями, напитки которых отправляются за рубеж. Сейчас их продукцию можно встретить, естественно, в Краснодарском крае, Питере, вот здесь в Москве и даже в Казахстане. И вот два напитка из всей линейки, из всего ассортимента сейчас готовятся к отправке в Германию. Для этого есть все инструменты. Это уникальный туруар Краснодарского края. У нас самый южный виноградник в Российской Федерации расположен на берегу Черного моря, которое выступает определенным буфером температур для создания средиземного климата. Даже самый искушенный клиент и потребитель, будь то российский или европейский, сможет найти то вино, которое ему будет по вкусу. Пить кубанское вино – хороший тон. Так между собой говорят сомелье. Наши напитки давно нашли своего потребителя. По независимым оценкам экспертов, мы не уступаем французским и итальянским конкурентам. В конце позапрошлого века, благодаря многолетней работе виноградарей на Кубани, были созданы знаменитые сорта Каберны Абрау, Мысхака Рислинг. Они и сейчас прославляют отечественное виноделие. В 1871 году первопроходцы виноделы закупили партию виноградных лоз Семельон, Каберны и другие. Россия вошла в число немногих стран, где стали производить шампанские вина. Территория близ Новороссийска была практически идентична климату французской шампани. До революции виноделие на Кубани было в зачаточном состоянии. Только в первые годы советская власть получила мощное развитие. И нескольких месяцев не прошло, как площадь виноградников увеличилась почти в четыре раза. Уже в 70-х годах прошлого столетия наша страна становится третьим крупнейшим производителем вин в мире. Сегодня Кубань производит почти половину всего напитка в России. Мы сохранили лидирующие позиции по производству шампанского вина. На этот результат трудятся 17 винодельческих предприятий региона. В прошлом году была проделана большая работа по закладке новых виноградных плантаций. Аграрии высадили больше полутора тысяч гектаров молодой лозы. Такого не было последние шесть лет. Власти делают ставку на развитие отрасли и виноделия. Это выгодно экономически. Один рубль, вложенный в направление, возвращается в бюджет региона в десятикратном размере. Сегодня это самый эффективный показатель госвложений в сельское хозяйство. Кубанские вина прочно закрепились на мировом рынке. Наш бренд стал узнаваем. Сейчас основная задача эту планку удержать, подчеркивают специалисты. Первая пилотная партия напитка из Геленджика получит путевку в Европу уже до сентября. Инна Чайка, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань, 24, Москва.